Ребята, всем привет! Рекомендую канал Товаров из Китая. Человек снимает распаковки, обзоры, детские вещи, часы и электронику. Подписывайтесь, ставьте лайки, сам подписан и смотрю каждое видео. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь вместо логотипа Dugy One Plus One. А так все то же самое, дизайн, копия точная. Но по железу, конечно же, нет. Итак, что у нас за телефон? У нас 5.5 дисплей Duma, OGS матрица. Снизу у нас микрофон. С левой стороны качелька громкости, плюс-минус, сверху 3.5. Зарядка, здесь кнопка разблокировки, включение, решетка динамики, динамика, логотип Dugy и двойная вспышка с 8-ми миопиксельной камерой. Здесь у нас 3 сенсорные клавиши, которые не подсвечиваются и датчики с камерой фронтальной на 2 миопикселя. Давайте по телефону. Вот так встречает нас вот такой вот дисплей. Так, давайте я обои поставлю. Другие, потому что так что-то не очень прикольно и смотреть. Так, нет, это не то. Wallpapers. Обои. Кстати, можете и обои посмотреть, какой дисплей. Значит, вот такие вот у нас углы обзора. Шикарные. Так, ну я поставлю свою любимую. Вот такую вот обоину. Более-менее она не напрягает. Так. А, давайте по комплектации. Кто не видел распаковочку, сейчас покажу. Значит, идет у нас вот такой вот USB кабель. С широким таким проводом. Прикольно выглядит. И здесь microUSB такое маленькое. И блочок зарядочки. Уже с нашей вилочкой, с логотипами Дуги. На 1 А. По коробке. Выполнена из такого картона, достаточно плотного. Здесь логотипы, сайты. Здесь характеристики. Здесь EMA, наклейки и так далее. Здесь у нас газета жизни. В туалете пригодится. Защитная пленка, протирка. И если достать вот этот коробок, здесь есть вот такой вот пенал, который с трудом достается. И здесь наушники. С логотипами Дуги. Внутриканальные. Похоже, как в Samsung похожат. Вот такая вот у нас комплектация стандартная. Спасибо хоть за пленочку. Чехла не было. Хотя, вообще должен быть бампер прозрачный. Так, по телефону, значит. Так, здесь. Значит, здесь у нас вот такая вот шторочка. Такой бар у нас. Непривычный. Как обычной стоковой опрошивки. Ну, не очень мне кажется удобное решение. Ничего у нас не тормозит. Давайте посмотрим экран и настройки. Значит, экран у нас яркость. Сейчас на минимуме. Вот так вот, я думаю, нормально. Вам будет хорошо видно. Поехали. О телефоне. Android 4.4.2. Есть беспроводное обновление по воздуху. И так далее. Значит, давайте сравним тесты. И протестируем его. Сравним, какие набирают у нас баллы. И какие у него есть конкуренты. Так, где у нас Antutu? Вот оно. Пятерочка. Поставил. Лопатка хорошая. Удобно держать. И у нас всего лишь 18.075. Ну, как всего лишь. Для 4-ядерного процессора это всего лишь. Значит, дуги. Kismi DJ 580. Android 4.4.2. KitKat MT6582. Видеоускоритель Mali 400 MP. Разрешение 960 на 540. 8-минипиксельная камера. 384 на 2-160 разрешение. Так, флеш-накопитель у нас стоит здесь на 2 гектара, 2 гигабайта, и RAM-памяти у нас 961, ну, 1 мегабайт, 961 написано. Так, и еще стоит у нас флеш-накопитель на 4 гигабайта, доступно 1,5, 1,6 округлим. И 240 DPI у нас на точку. Так, тут батарея, так, ля-ля-ля-ля, и датчики всевозможные. Так, Antutu больше нас не побеспокоит. Мультитач. Мультитач на 5 касаний. Больше, в принципе, не надо. Хотя у меня на LG 10 касаний, тут бы лучше бы это было, а мне и 5 бы хватило. Так, кстати, для сравнения я уже показывал. Но покажу еще раз. То есть, вы понимаете размеры, да? Здесь 4,7, здесь 5,5. Вот, я сделал уже, получается, на средние настройки яркость. Но, я думаю, видно, да? Да, видно, конечно. Просто у меня камера потухла, тут не вижу, как оно на самом деле. Нет, экран на самом деле классный. Вот IPS не то, UGS классно. Так, значит, что у нас дальше? Это Nenomark. Nenomark тоже неплохие результаты. 54,8 FPS. И разрешение 960 на 540. Игры все тянет. Игры на резочку в конце видео, вы все увидите. Так, что по тестам еще? КПУЗ, я не помню, есть? Есть. КПУЗ здесь показывает то же самое. 65,82, 1,3 частота, 4 ядра. Мали 400 MP. Все, в принципе, тут нету смысла. По GPS-у сейчас вам покажу скриншот. Где здесь галерея? Вот она, галерея. И вот он, скриншот. То есть, 3 спутника словил, но не удержал. То есть, подключился, но нету их. Этот телефон был на подоконнике где-то минут 10. То есть, GPS нужно допиливать. Либо не знаю, что с ним делать. Но GPS не очень. Вообще, как бы никакой. Но не знаю. Возможно, его нужно сначала протусить. Ну, короче, запилять еще через Wi-Fi. Чтоб он раскочегарил. А потом уже, возможно, он будет хорошо ловить. То есть, старт ему хороший дать. А потом, ну, я еще этим не занимался. Просто вам наглядно так показываю. Такой обзорчик. Так. Значит, по камере. Камера хорошая. Камера широкоугольная, широкоформатная. Вернее. И очень порадовала. В конце видео вы посмотрите видео, как снимает. И, конечно же, как снимает фото. Но, чтобы по-быстрому показать. Вот у меня есть. Я поставил такие статуи маленькие. И вот давайте я вам сводкаю и сразу покажу. Может кто-то и не досмотрит до конца. Вот, сфотографировал. Ну, вот смотрите. Ну, вот на надписи можно посмотреть. Все четенько видно. Камера хорошая. Вот дракон. Все чешуйки его видно. Хорошо. Так. За это мы определились. За это мы сказали вам. Так. Что тут еще хочется сказать? Это же, конечно, в настройках есть функция hotknot. Вот она. Если ее включить, можно передавать файлы. То есть, если поддерживает телефон, эту функцию hotknot, или взять такой же телефон, вот так вот прилаживаете его. Почему кисми? Они типа как целуются такие. Вот так вот прилаживаете. И передаются файлы. Все. С этим, я думаю, понятно с этой функцией hotknot. Так, отключим ее. Что здесь еще есть прикольное? Это, конечно же, жесты. Вот написано здесь. C-камера, W-браузер, музыка, M-ап, настройки, left sms. Что мы делаем? Мы нажимаем кнопку блокировки. И проводим W. Телефон заблокированный. И у нас заходит в интернет. Wi-Fi работает без проблем. Вообще, все супер. Так, заблокировали. Написал К. Камера, пожалуйста. Заблокировали. Стрелку вверх. Стрелка вверх настройки. Вниз. А, или там вниз нету. Не, вниз нету. А что там еще, я не помню. Жесты. А, влево. Влево. И буква M это музыка. Так. С этим тоже понятно. Здесь вот такой вот диспетчер задач. Нажимаете. Зажимаете кнопку Home. И вот так вот свайпами все это убираете. То есть нету одной кнопки, чтобы нажал. И она сразу фук. Вот как здесь. Вот я зажал. И у меня здесь удалить все. Нажимаю. Все, у меня ничего больше нет. А здесь каждый, каждую задачу нужно все это вот так вот убирать. Нудно. Не знаю, может есть, конечно, какое-то решение сразу убрать. Но я, насколько знаю, я этого не помню. И вроде бы такого не слышал. Может даже перепрошивать надо, чтобы всякие новые функции появились. Так, значит, поэтому я вам рассказал. По звуку. По звуку. По звуку, ну, средний динамик, ну, как вам сказать, выше среднего даже. Нормальный динамик, мне понравился. Так, мелодия вызова. Так, мелодия вызова. Ну, нормальный динамик. Звонок будет слышно. Кнопки не подсвечиваются. Не знаю, кому-то может быть плохо, кому-то может быть и хорошо. Мне без разницы. Я вообще-то привык. Стандартные кнопки, ничего здесь особенного такого нет. Нету, да нету. Значит, что здесь есть еще прикольного. Можно жестами вам, допустим, звонят. Включить здесь функцию. По-моему, вот эту вот вторую. И вы, когда вот так вот подносите к уху телефон, сразу берется трубка. То есть, есть такая функция. Есть там камерой фоткать можно. Ну, в общем, жестами тоже можно управлять хорошо. По батарее, что у нас? Здесь 2500 мАч. Хватает. Ну, если использовать активно, то придется заряжать каждый день. Если использовать там полтора часа интернета, час разговора в день, смс-ки там, музычки чуть-чуть, то на дня два хватит. Ну, это среднего использования. Если будете в игры играть, то нет. Понимаете сами, да? 5,5 дюймов. То есть, само разрешение экрана будет тянуть. Сама яркость и так далее. Сама производительность. Поэтому каждый день придется заряжать. Поэтому советую, если у вас есть пауэрбанк, если вы куда-то идете, едете на работе, то с собой брать. Если есть зарядка, то можно и от зарядки, конечно. Но мне кажется, от пауэрбанка будет лучше. В сумку кинули, если это женщина, потому что телефон более для женской аудитории. Ну, хотя и мужской тоже подойдет. Стиль такой панда называется, черно-белый. Горилла глаз здесь. Не знаю, какого поколения, но не царапается. Вот. Фронтальная камера подойдет для скайпов. Плеймаркет работает с коробки. Все отлично. Вот такой вот у нас есть фонарик. Двойная вспышка. Фонарик пойдет хороший. В принципе, все. Я так думаю. Сейчас, может быть, что-то забыл. Сейчас покажу, если что-то забыл. Есть какая-то новая функция. OneKey Lock. Блокировать экран, приложение сможет выполнять следующие операции. Не знаю, что это за блокировка какая-то. Без понятия. Будем разбираться еще. И что хочу сказать про звучание в наушниках. В наушниках стандартных звучание среднее. Если хотите нормальное звучание в наушниках, придется докупить. Те же Xiaomi, копию, будет лучше. Но звучание в наушниках среднее, в стандартных. Так, у меня есть, допустим, наушники там свои. Не помню названия. Их уже у меня много слушал. В принципе, классно. Пойдет. Здесь есть в настройках дополнительное меню для наушников. Так что там галочку ставите. И можете все нормально выставить под себя. Особенно, если вы скачаете не стандартный плеер, а какой-нибудь тот же VNAMP. Или там их разновидности AIMP. Тот же разновидностей много. Там, где есть аквалайзер. Там все это подстроите под себя. В принципе, дальше смотрим нарезочку игр. Real City Car. Без музыки вообще неинтересно в игру играть. Соло-дрифт. Рейс транспорта. Атака. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА